Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – понятие «Система и значение особенной части уголовного права Республики Казахстан». Мы рассмотрим два вопроса – понятие, задачи и система уголовного права Республики Казахстан. Второй вопрос – источники уголовного права Республики Казахстан. В особенной части уголовного права содержатся нормы, конкретизирующие объем и содержание уголовной ответственности примитивно каждому составу уголовного правонарушения, то есть дающие перечень конкретных деяний, признаваемых преступлениями, уголовными правонарушениями и определяющие их признаки. Обе структурные части уголовного права Республики Казахстан, общая и особенная часть, тесно и неразрывно связаны. Институты общей части являются как бы фундаментом всей системы уголовного права, поскольку закрепляют общие правила применения уголовно-правовых норм. И без их знания практически невозможно применить ни одну из статей особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан. Значение особенной части уголовного законодательства заключается в том, что именно она содержит четкое описание тех деяний, которые признаются преступными. Нормы особенной части уголовного права позволяют установить, есть ли в действиях виновного состав преступления, а следовательно, имеется ли основание привлечения лица к уголовной ответственности. В нормах особенной части уголовного права указываются, какие конкретные общественно опасные деяния признаются законом преступными и какие виды и меры наказания могут быть назначены судом за их совершение. Основной задачей норм особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан является установление признаков правильной квалификации уголовных правонарушений. Уголовная правовая квалификация – это деятельность по соотнесению, сопоставлению признаков содеянного и признаков состава преступления, итогом которой является констатация совпадения или несовпадения таковых признаков. От правильной квалификации уголовных правонарушений зависят многие правовые последствия. Признание лица виновным в совершении уголовно наказуемого деяния, возможность или невозможность освобождения от уголовной ответственности, вид и размер наказаний, которые будут назначены по приговору суда, вид учреждений, в котором должно содержаться лицо в случае лишения его свободы, возможности признания наличия того или иного вида рецидива, условия досрочного освобождения от наказания, подсудность, подследственность и другие последствия. Таким образом, квалификация уголовных правонарушений в уголовном праве – это точная уголовно-правовая оценка конкретного общественно опасного деяния. Она заключается в установлении точного соответствия между признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах уголовного закона. Например, если было совершено какое-либо общественно опасное деяние, путем квалификации определяется, что это – убийство или это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. То есть квалификация определяет конкретно, какое деяние, соответственно, статье особенной части Уголовного кодекса было совершено. Квалификацию уголовных правонарушений осуществляют полномочные на то органы и должностные лица – это следователи, дознаватели, прокуроры, судьи. Выделяют также неофициальную квалификацию, которую может осуществлять любой человек, в частности, например, вы студенты. Юридическим основанием квалификации преступления является его состав – состав уголовного правонарушения. Это понятие мы уже изучали в общей части уголовного права. Под системой особенной части уголовного законодательства понимается определенный порядок размещения норм особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, при котором нормы группируются в специальные главы, располагающиеся, как правило, последовательно с учетом важности объекта посягательства. В связи с этим особенная часть Уголовного кодекса Республики Казахстан состоит из 18 глав в зависимости от родового объекта. Общим принципом систематизации норм особенной части уголовного права является их группировка по объекту преступных посягательств. Такая систематизация не противоречит положению о том, что принципом систематизации права является систематизация по объекту правового регулирования. Как я уже сказала, особенная часть состоит из 18 глав, и эти 18 глав созданы на основании родового объекта. Например, первая глава – Уголовные правонарушения против личности. Здесь родовым объектом является личность. И, наконец, последняя глава в особенной части, которая называется «Воинские уголовные правонарушения», здесь же родовым объектом выступает порядок несения воинской службы в Республике Казахстан. Уголовное право, в том числе и его особенная часть, весьма близко соприкасается с административным правом. Обе отрасли права направлены на борьбу с правонарушениями. В отличие от преступлений уголовного правонарушения, административное правонарушение обладает меньшей степенью общественной опасности. И за его совершение полагается не уголовное наказание, а административное взыскание, налагаемое компетентным государственным органом, в том числе судом. Источниками уголовного права, в том числе и особенной части, можно назвать следующие. Теория права выделяет материальные и формальные источники права. Под материальными источниками понимаются те явления, которые порождают ту или иную правовую норму, составляют ее основу. Формальные источники права – это внешняя характеристика правовой нормы. Если материальные источники характеризуют содержание уголовно-правовых норм, то формальные – их форма. Единственным формальным источником уголовного права в Республике Казахстан является уголовный закон, а точнее Уголовный кодекс Республики Казахстан. Этот вывод вытекает из анализа содержания части первой статьи 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой уголовное законодательство Республики Казахстан состоит исключительно из настоящего Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в настоящий кодекс. Уголовный кодекс Республики Казахстан, являясь единственным формальным источником уголовного права, был принят 3 июля 2014 года, вступил в действие с 1 января 2015 года. Что же касается материальных источников, то таковыми, исходя из смысла части 2 этой же статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть статьей 1, бесспорной является Конституция Республики Казахстан и общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан. Для подготовки темы, понятий, значения, задачи, особенной части уголовного права рекомендуется следующая литература. Прежде всего, это Конституция Республики Казахстан. Также обязательным источником является Уголовный кодекс Республики Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 января 2020 года. Особое внимание я прошу обратить на законы Республики Казахстан, в частности закон о прокуратуре, закон об адвокатуре и так далее. Также в качестве источника я рекомендовала бы работу Алауханова, а также свою работу, методические указания к семинарским занятиям по дисциплине уголовное право, особенная часть, которые помогут подготовиться по данной теме. Благодарю вас за внимание.